Приветствую! По Ярославскому району на северо-востоке Москвы от Малыкинского проезда до улицы Егора Абакумова проходит Лосевская улица. Проходит она между Ярославским шоссе и железной дорогой Ярославского направления на перегоне, платформа Лосиностровская, платформа Лось, и параллельно и железной дороге, и соответственно Ярославскому шоссе. Между ними, как раз, улица с двухсторонним движением кабинетранспорта по одной полосе в каждом направлении на ее составляет около 850 метров, ну чуть менее километров. До 1160 года улица проходила в подмосковном городе Бабушкин, который здесь находился, и в 1160 году она получила название, когда вошла в Став Москвы, по близости к железнодорожной платформе Лось. Вот, Лосевская улица. Ну, здесь, в принципе, все названия связаны, очень много связаны именно с лосями, да, вот, и это связано с тем, что рядом находится Лосиный остров, лесопарк, где до сих пор, в общем, обитают лоси. На улице находится довольно много жилых домов, и они советские времена постройки, пятиэтажки преобладают в 1950-1960 годах постройки, а также дома 9, 12 и 14 этажные, построены в 1970-е годы, ну и два дома 16 этажных под номерами 7 корпуса 1 и 2 построены в 1990 году. Вот, ну и по программе реновации пятиэтажки тут снесут. В ближайшее время также, помимо жилых домов, на улице находятся две поликлиники, соответственно, взрослая и детская, а также детский сад и школа, а также офисное здание под номером 18. Это бывшее 106-е отделение милиции. Ну, никаких достопримечательностей на этой улице нету, но если хотите приехать сюда, то лучше всего доехать от метро ВДНХ на автобусах 136-172 до основки детской поликлиники, она находится на Ярославском шоссе, и дальше пешком через Малыгинский проезд. Ну, можно доехать и по железной дороге тоже, через платформы Лосиностровская и Лось, с Ярославского вокзала. По улице общественный транспорт не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.